Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава послания к римлянам, я читаю ее в своем переводе для библейского портала экзегет. Я напомню, что в девятой главе пошла у нас с вами тема израильского народа, как Божьего народа, которому были даны определенные обещания, но который не принял Мессию, который не принял в массе своей Христа, и Павел, отождествляя себя с этим народом и признает их своими братьями по вере, мечтает о том, чтобы и они каким-то образом обрели спасение. В Десятой главе он развивает эту тему. «Братья, желание моего сердца и моление моих Богу о спасении Израиля, свидетельствуя им, что есть у них ревность о Боге, но не по разумению». Да, это станет крылатым выражением «ревность не по разуму». То есть они стараются, но не задумываются при этом. «Они, не ведая праведности Божьей и стремясь установить собственную, не покорились праведности Божьей, а ведь цель закона Христос – праведность для всякого верующего». Такая сложная формулировка «цель закона Христос – праведность для всякого верующего». Цель – то, к чему мы и стремимся. Вот любое действие или любое человеческое изобретение имеет некую цель, чтобы что-то сделать. И вот у закона тоже есть цель. Закон приводит к чему-то, он приводит ко Христу. И для чего? Для того, чтобы каждый верующий получил так или иначе праведность. А праведность, о которой от закона Моисей пишет, человек, исполнивший это, этим и будет жить. Ну вот, сделал, и все в порядке. Это пересказ, естественно, из пятикнижия, там из левитой, из старозакония кусочки. А праведность, которая от веры призывает, не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо, то есть свести Христа, или сошел бы в бездну, то есть вывести Христа из мертвых. Здесь он пересказывает кусочки из старозакония и относит их ко Христу. Такой, может быть, несколько необычный прием толкования, когда, в общем-то, все, что сказано когда-то и по другому поводу, переосмысливается именно применительно ко Христу. Но для него и все, что в этом самом ветхозаветном законе написано, есть некий способ человека ко Христу подвести. И что же говорится? Близко к тебе это слово на устах твоих и в сердце твоем. То есть, если исповедуешь устами своими Господа Иисуса и поверишь сердцем своим, что Бог его воскресил из мертвых, будешь спасен. Вера в сердце к праведности, исповедание устами ко спасению. Ну, принцип, который, в общем, многих, наверное, ну, скажем так, убедит, да, то, что нужна двоякая вещь. С одной стороны, внешнее проявление устами, с другой стороны, внутреннее расположение сердца. Можно сказать просто формулировку, не задумываясь о смысле, а можно сказать, там, Бог у меня в душе, я на самом деле что-то себе там думаю, но никак этого не проявить. Ведь Писание говорит, всякий, верующий в него, не постыдится. И нет различия между Иудеем и Эллином, один у всех Господь, щедрый к тем, кто призывает его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. А к чему вообще все это здесь? Он развивает тему, Павел, которая в девятой главе уже прозвучала, эта тема призвания язычников. Не все, кто израильтяне по плоти, то есть происходит от израильтян, являются таковыми по духу. Но, напротив, многие из тех, кто к этому народу не принадлежит, принимая веру в Христа, соответственно, становятся частью этого Божьего народа. И он объясняет, как это происходит. Вот есть слово, которое нужно принять устами и сердцем. А как же призовут его те, кто не уверовал? Как уверуют те, кто о нем не слышал? Как услышат, если никто им не возвестит? А как станут возвещать, если не будут на это посланы? Вот и написано, как прекрасны шаги возвещающего мир благовестника. Но не все прислушались к евангельской вести. Исайя говорит, Господи, кто поверил услышанному от нас. То есть ключевой момент в этом распространении веры, в этом соединении язычников и израильтян – проповедь, то, чем занимается, в частности, Павел. Итак, вера от услышанной вести, а весть от Слова Божьего. И я спрошу, разве они не слышали? Израильтяне, естественно. Быть не может, когда по всей земле раздаются голосы и до предела вселенной речи их. Цитата из Псалма. И я спрошу, разве Израиль не знал? Первым сказал Моисей, заставлю вас ревновать с помощью тех, кто не народ. Народом неразумным буду вас раздражать. Исайя же говорит дерзновенно, нашли меня те, кто не искал, явился я тем, кто и не спрашивал обо мне. То есть, оказывается, что вот этот израильский народ, избранный, возлюбленный, особый, он, во-первых, сам не совсем исполняет или совсем не исполняет своего предназначения, а во-вторых, вот эти другие народы, они должны возбуждать ревность, они должны каким-то образом побуждать его к тому, чтобы Израиль принял Христа вот через что-то другое. Ну, так бывает, да, вот особенно у детей кто-то там плохо учится или там не может никак чего-то запомнить и освоить. Если он видит другой ребенок, это запомнил и освоил, ему уже хочется тоже оказаться не хуже. Исайя же говорит дерзновенно, нашли меня те, кто и не искал, явился я тем, кто и не спрашивал обо мне. А об Израиле говорит, целый день пристрою я руки к народу непокорному и своевольному. Ну, у Исаии мы и эту книгу записывали в рамках вот нашего чтения, или запишем, точнее сказать, там очень много таких обличений и понятно, что действительно вот есть бесконечная абсолютно тема, вот непокорство Божьего народа Богу и об этом можно приводить много цитат, но Павел много не приводит, ему достаточно какая-то такая небольшая выборка, которая обращена не столько на обличение Израиля, сколько на напоминание, вот язычники и израильтяне должны стать одним народом, это входит в замысел Божий, и в Ветхом Завете об этом уже достаточно подробно было сказано. В 11 главе он наиболее подробно будет говорить о грядущем обращении Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok